Записи будут доступны на сайте Коучинг в образовании, и они там появятся где-то в течение месяца. Ну что же, запись включена, и я огромное рада приветствую Анну Лебедеву. Прежде чем мы начнем конференцию, я хочу сказать слова благодарности, ну, во-первых, Анне Лебедевой как инициатору вообще всего этого процесса Коучинг в образовании, и Анна расскажет как раз, как это все начиналось. И есть еще два организатора, которым я хочу выразить благодарность в самом начале конференции, буду к этому возвращаться. Это та площадка, где мы сейчас с вами находимся, площадка Мераполис, которая бесплатно предоставляет возможность нам сегодня здесь собраться в неограниченном количестве и посвятить эти три дня Коучинга в образовании. Пожалуйста, кто из вас выбирает себе площадку для вебинаров, очень рекомендую, это самая лучшая и самая лояльная к таким мероприятиям площадка у нас в российском пространстве. И также хочу поблагодарить Международный университет Коучинга, который тоже присоединился к инициативам, запущенным Международным Эриксоновским университетом Коучинга, и тоже активно участвует в поддержке Коучинга в образовании. Ну что же, и теперь мы меняем вид экрана, то, о чем как раз я говорила, и мы будем с вами в таком формате. Удобно ли так, сделать ли еще как-то больше изображения, Анна? Прекрасно. Хорошо на связи? Прекрасно. Ну что же, и тогда на этом мы открываем нашу вторую ежегодную международную онлайн-конференцию Коучинга в образовании. И я с огромной радостью хочу предоставить сейчас слово Анне Лебедевой, директору Международного Эриксоновского университета Коучинга, благодаря инициативе которого и то, что сейчас происходит, это все и зародилось. Очень волнительный сегодня момент, начало конференции, второй ежегодной. И мне выпала честь приветствовать вас и торжественно открыть сегодняшнее мероприятие. Удивительная способность Наташи создавать волшебный поток таких мощных мероприятий, массового движения. Можно сказать, что в три фразы она уже объяснила самую суть и миссию всего того, чем мы будем все три дня заниматься. Я хотела бы немножко рассказать об истории того, как зародилось вообще движение Коучинга в образовании с точки зрения вот именно нашего Эриксоновского подхода. И немножко вместе с Натальей рассказать о том прекрасном мероприятии, которое мы предоставили преподавателям, давая им возможность учиться Коучингу, если им интересно углубить свои знания. Несколько слов из истории того, как Эриксон связан с Коучинговым образованием. Так как многие из нас по первой профессии преподаватели или учителя средней школы или младшего звена дошкольные, то для нас очень важно было привнести Коучинговые инструменты в систему обучения, особенно школьную систему обучения. Потому что в университетской системе есть много интерактивных форматов, есть много осознанности уже у студентов, взрослости в области выбора того, чем они хотят заниматься. А вот именно школьная система, когда дети не знают, что и как правильно, но они интуитивно чувствуют и отзываются на любой партисипативный подход, когда они из объекта становятся субъектом. И думая о том, как можно поделиться теми технологиями, которыми мы владеем, технологиями современных различных наработок, вовлекающих форматов обучения, с активным участием школьников, мы ходили несколько лет. А параллельно с этим Мэрилин Аткинсом в Канадском университете Эриксона создавала такую большую некоммерческую волну, направление того, что мы можем поделиться Коучингом с теми, кто, возможно, не имеет возможности заплатить за технологию обучения и профессию Коуча, но кому именно сами инструменты вовлечения, гармонизации, задавания открытых вопросов очень нужны. И она написала книгу, которая называется «Мировая игра», и мы с Натальей написали уже по этому поводу статью на сайте ICF, и всем вам мы сможем этой статьей поделиться в процессе конференции. И она решила привнести Коучинг в самые отдаленные уголки планеты, где потребность огромная, а средств для того, чтобы Коучингом заниматься, нет. И обратившись к нам ко всем, она сказала, что если мы заметим, что даже небольшой вклад, который мы можем сделать, он будет важен и нужен для таких забытых, возможно, углов, тех, где не хватает средств и чего-то не хватает. Когда мы послушали это ясное, вдохновляющее нас видение мировой игры, это было более 10 лет назад, мы поняли, что для Ericsson именно в России и в СНГ отзывается привнесение, давание возможности именно учителям, педагогам, методистам и всем работникам именно школьного образования дать возможность для них разного рода приобщиться к технологиям Коучинга и привнести их потом в процесс обучения. Современные дети, мы с вами об этом, скорее всего, будем говорить на протяжении всех трех дней, ждут от нас дополнительно еще других подходов, нежели те, с которых когда-то мы начинали, с которыми я училась в университете, многие из вас, и мы решили открыть конкурс для учителей на русскоговорящей территории. И у нас еще в прошлом веке, 2007-2006-2005 года, постоянно в каждой группе обучения по Коучингу присутствовал учитель или методист на стипендиальной основе, то есть полностью на нашем обеспечении, бесплатно. И мы искали способы, как сделать этот процесс более структурированным и дать возможности тем, кто по-настоящему достоин. Сейчас мы к этому вернемся, к Коучингу и к самому конкурсу, потому что за эти 10 лет он колоссально изменился и приобрел очень большую эволюцию. Я передам слово Наталье буквально через несколько минут, попрошу ее рассказать более подробно, потому что как основной идеолог и двигатель этого конкурса, она приняла от меня как бы такой факел намерений. А в это время Мэрили Наткинсон продолжала идею о том, как мы можем привнести коучинговые мысли в те области, структурированные и возможно даже бюрократизированные, где коучинга места пока еще нет. Это медицина, политика, управление городами, управление муниципалитетами, это военная часть и образовательная часть. И последние несколько лет даже были сформированы общие конференции, где люди из различных направлений, привнося коучинг в медицину, в обучение интернов, например, в образование, в молодежные проекты, рассказывали друг другу заразительные примеры для того, чтобы создать друг для друга мотивацию. И одна из таких конференций проводилась в Лондоне три года назад, и туда приехали все, кто смог приехать. Вторая конференция, номер два, уже более такие структурированные мероприятия, в прошлом году была в Стамбуле, где мы все приехали и поделились, я рассказывала там о том, чем уникален именно тренерский стиль, стиль обучения внутри Эриксонского университета. Именно поэтому нам хочется в школьное образование привнести коучинг, потому что мы знаем, как в коучинговом стиле вести образовательную деятельность уже много-много лет. И с этого года, так как ездить далеко тем людям, которые привносят коучинг в некоммерческие области, чаще недоступны по финансам, то для того, чтобы сделать мировую волну вдохновляющего движения, легче соорганизовать конференции локально. И то, что сделала Наталья Гульчевская, еще лучше, не только локально, и вообще онлайн. Тогда каждому из нас появляется возможность действительно на своем месте, на своем рабочем месте, учиться, обмениваться опытом и быть вместе. И в последний год каскадом идут конференции во всех странах мира, Индонезия, Китай, Бразилия. Мы в следующем году будем объединять не только образование, но и все остальные области. Куда коучинг люди несут с горящими глазами, вдохновленные тем, как эта технология срабатывает. Мы объединим кросс-культурный и из разных областей жизни обмен через год. И формируется определенная база. Когда мы начали коучинг структурно внедрять в образование, нам сильно повезло, что у нас появились те партнеры, которые решили именно обучение в стиле коучинг внедрить сквозным образом на всю систему внутришкольную. Первая школа, с которой мы работали, это такая нестандартная школа, некоммерческий фон, большая перемена. И у них руководство, они работают с детьми, которые школьных систем отбраковывают. И многие из этих детей живут в интернатах. Их технология, каким образом вернуть обратно, догнать школьную программу вместе с этим школьником, индивидуальные детки с проблемами развития, как их продвинуть вперед, они коучинг внедряли. И многие из их руководителей прошли обучение у нас. Потом нам удивительным образом повезло, потому что Наталья Гульчевская проводила введение в коучинг для учителей в Ростове и Ростовской области. И познакомила нас со школой, которая стала нашей площадкой. Это школа в городе Красный Целинь, школа номер 5. И мы смогли предоставлять системно нескольким учителям подряд места в разных программах по коучингу, чтобы они более широким образом коучингу обучались. А сейчас на сегодняшний день эти заронившие семена, которые мы роняли в разные места, они распаковываются, так как даже государство предлагает нам посмотреть на систему образования как на более интерактивную систему, где многое строится на вовлеченности школьников. И многие из тех учителей, которые у нас учились, уже делятся своими наработками. Создана целая тетрадь, книжка опытов из школы Красный Целинь и другие руководители школ, учителя, которые присоединились к движению, привнесению коучинговых технологий в жизнь школьника и в работу школы, в работу с родителями, в школьную работу, в работу с учителями. Они тоже делятся. И мы надеемся, что мы эти все сведения будем очень трепетно собирать вместе и делать полностью доступными для всех остальных, чтобы вы могли обмениваться и создавать такую площадку инсайтов. Та идея, которая у одного из педагогов возникла, и он попробовал ее, отработал, и она приводит к результатам, также смогла создавать возможности для других педагогов в процессе классной работы и в процессе руководства классом, классного руководства. Сейчас я хотела дать слово также Наталье, для того, чтобы мы чуть-чуть более подробно рассказали о том, на какой уровень теперь вышел вот этот процесс наших стипендий для школьных учителей и методистов. И вы увидите, что на самом деле кажется, что очень маленькие шаги, но они очень серьезно создают возможности для роста и развития. Да, Анна, я буквально две минуты расскажу уже о статистику, статистику, как двигается конкурс. И сейчас в конкурсе принимает участие активно 8 подразделений Международного Эриксонского университета из разных городов. И только сегодня я получила информацию, что к нам еще присоединится сейчас Новосибирск. И также следом за инициативой Эриксонского университета к нам присоединилась еще одна школа, основатели которой являются выпускниками Эриксонского университета. И такие родственные такие школы. И в каждом из этих подразделений выделяется одно бесплатное место, а где-то даже два, на обучение учителей. И уже вот такая небольшая статистика нами набрана. Мы запустили этот проект в августе 2014 года. То есть до этого учителя обучались, также обучались они и в Москве регулярно, уже много лет, и в Екатеринбурге, и в Санкт-Петербурге. Но это происходило в какой-то степени спонтанно. И когда количество заявок стало превышать возможность, просто брать, то есть возникла необходимость в объективном конкурсе, который бы давал возможность выбрать тех, кто будет учиться, не просто учиться коучингу, а и транслировать дальше. Я чуть дальше расскажу о критериях, которыми мы пользуемся при оценке конкурсных работ. И вот вы можете увидеть, кстати, когда появился конкурс, заявок стало меньше. Мы сознательно держим высокую планку конкурсных работ и мотивационных писем именно для того, чтобы, когда человек учится бесплатно, то должен быть взаимообмен. И очень важно, когда тот человек, который обучается, он готов также делиться и вкладываться уже информационно и качеством своей работы в свое обучение. Так вы можете увидеть победителей конкурса. Итак, как же и кто определяет победителей конкурса? Этим занимается независимое жюри, в которое входят выпускники с золотыми сертификатами, имеющие непосредственное отношение к школе. Это либо учителя, либо педагоги вузов, кандидаты наук, психологических, педагогических. И также мы ждем, что наши выпускники после завершения успешного четырехмодульной программы с золотым сертификатом также присоединятся к нашему жюри. И как жюри оценивает работы? Я хочу с огромной благодарностью, во-первых, сказать спасибо всем членам жюри. Это и Тамара Посадская, которая первая откликнулась на такой призыв к разработке критериев оценки. И Вячеслав Парков, Елена Фарба, Мария Некрасова, Татьяна Озема, Ирина Кадочникова и Ольга Покладок. Это и в том числе кураторы учебных групп, которые тоже участвуют активно в просмотре, выборе работ. И мы оцениваем мотивационное письмо и конкурсную работу. И критерии очень просты. И они очень согласуются с системой четырехквадратного мышления, которую Мералин Аткинсон так очень красиво и элегантно нам предложила. Итак, мы смотрим в мотивационном письме, насколько наш конкурсант понимает цели обучения и видит ценность обучения. Причем как для себя, так и в долгосрочной перспективе. То есть он только для себя, он сам хочет стать коучем, или же он видит ценность коучинга для профессиональной деятельности, для развития образования в целом. Вот чем мы видим шире такую направленность, тем выше, конечно же, шанс у этого учителя получить место на бесплатное обучение. И мы смотрим, насколько этот человек готов к конкретным действиям, насколько он готов применять и транслировать свой опыт. И также, конечно, для нас важно наличие поддерживающей среды. Что этот росток, он не угаснет, что его поддерживают его коллеги, его руководство, его семья, что он может создать такую поддерживающую среду для себя. И также мы просим присылать, кроме мотивационного письма, еще и конкурсную работу. Почему это важно? Потому что мы ожидаем, что все те учителя, которые проходят бесплатное обучение, они не просто так прошли обучение и повесили сертификат себе на стеночку. Наша задача, чтобы вы могли не только у себя в своей личной работе применять то, что вы изучили, но и также максимально делиться этим с другими учителями. Участвовать в конференциях, вроде которые сейчас вы участвуете. Я рада приветствовать выпускников уже. Часть выпускников уже, которые завершили или завершают обучение и готовы выступать. И часть из них будет на следующей конференции выступать. И также публиковать материалы в профильных журналах, на сайте коучинг-образования. То есть максимально делиться своими наработками. И для этого нам важно понимать, что те учителя, которые к нам поступают на конкурс, что они умеют это делать, что они умеют разрабатывать качественные учебные материалы. И поэтому критерии, которые мы используем при оценке конкурсной работы. Хочу отметить, что для участия в конкурсе вам не нужно знать коучинг, и конкурсная работа не обязательно должна содержать инструменты коучинга. Это не обязательно. Это может быть методическая разработка на любую тему. Но мы смотрим, насколько принципы коучинга, уважение к человеку, принятие его как целостной личности, открытый диалог, насколько эти принципы уже вам присущи, насколько они отражены в этой работе. Также мы смотрим, насколько есть ориентация на результат в этом уроке, насколько цели урока соотносятся с теми методами, которые там использованы. Это может быть как урок, так и воспитательное мероприятие. Это может быть даже мероприятие для взрослых, если мы говорим о преподавателе повышения квалификации учителей. Насколько в работе отражено видение ценности коучинга. Даже если урок не использует коучинговый формат, потому что человек еще его не знает, есть некая аннотация, как коучинг или коучинговый подход мог бы его усилить. И, наконец, насколько эта работа имеет практическую значимость, насколько ее можно транслировать дальше другим учителям. Это вот такие простые критерии. И если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Так, есть ли вопросы? Вопросов пока я не вижу. Если что, вы, пожалуйста, пишите. И я тогда хочу вернуть слово Анне. Да. Спасибо. Да, мы посмотрели немножко в прошлое и посмотрели на те, на те, вот у нас сейчас 9 городов, да, и один из них в Украине и все остальные в России пока. Мы посмотрели немножко в прошлое и в то, из чего родилась вообще вся волна коучингового движения, при внесении коучингов в систему образования. И сейчас, на сегодняшний день, многие учителя, также, пройдя у нас программу, имеют возможность взять те технологии, даже которые тот инструмент, который мы даем в процессе обучения, как курса введения в коучинг, и некоторые из присутствующих здесь руководителей уже проводят этот курс. Коучинг для родителей, коучинг для педагогов в очень усеченных, маленьких форматах для того, чтобы эти инструменты можно было просто с ними познакомиться и далее уже двигаться вперед. Для тех из вас, кто не имеет возможности учиться от начала до конца на коучинговой программе, но этого очень сильно хочет, и для распространения далее этих технологий и идей, мы сейчас перевели три книги. Книги Марина Аткинсона «Первая жизнь в потоке. Вторая пошаговая система». И третья – «Поток коучингов» более философская книга «Основ», которые лежат за рамками самих технологий, в основе, в фундаменте того, почему и как именно коучинговые вопросы задаются таким образом. И сейчас я рада вам сообщить, что уже напечатаны и лежат в типографии, едут к нам экземпляры четвертой книги, которую мы перевели, Мэрилин Аткинсон. Метафора. Она, возможно, даже еще больше отношений имеет к педагогу. Именно сейчас, на этих неделях, мы получим книги в Москву и начнем распространять их также в регионы, и можно будет их купить на Азоне. Книга о метафорах. Технология построения истории метафор для того, чтобы усилить процесс обучения. Вы знаете, что Эриксеновские методики, они сильно завязаны на привязывании к предмету обучения разных метафор, историй, серьезных форматов, которые дают возможность ухватить связи и соединить методом продукции одну тему с другой. И многие успешные педагоги давно пользуются разного рода историями, примерами яркими в своей работе, понимая, что для того, чтобы усваивать материал, необходимо обратить человека не только к его сознательному и дискретному дидактическому дидективному подходу, но также и индуктивный подход нужен, и связь со всеми теми другими областями жизни, которые у школьника есть. Книги мы приведем в Офиск, кто хочет в Москве и бывает на наших мероприятиях, сможет прямо буквально в ближайшие дни приобрести книги на мероприятиях. Книги можно купить в Азоне, а если вы в Казахстане, можно обратиться к нашему представителю в Казахстане. На сайте Ericsson.ru есть их контакты, и они будут искать возможность доставить... Ну, Казахстан, на Украину обычно через границу чуть-чуть тяжелее и чуть-чуть больше времени, но мы всегда это делаем, мы умеем, находим способы на сайте Ericsson.ru. Если вы хотите развиваться дальше и расти, я вас приглашаю на нашем сайте. Есть бесплатная рассылка, куда мы каждые две недели печатаем лучшие статьи наших выпускников, и мы также делимся различными технологиями, в том числе в образовании и в саморазвитии. И если вы еще не подписаны на нашу рассылку на сайте Ericsson.ru, я бы вас опросила это сделать, потому что там есть и уже архив очень большой, и возможности для обмена мнениями. И также, заканчивая свою речь, хотела обратить свои самые глубокие благопожелания, благодарность, восхищение и радость от того, что сейчас портал «Коучинг в образовании» так активно работает, развивается. Уже вторая конференция, и уже много учителей прошли введение в «Коучинг в различных городах», кто следит по порталу «Коучинг в образовании», можете обнаружить, сколько уже учителей приобщились к коучинговым технологиям, к мыслям о «Коучинге» с помощью Натали и тех коллег, которые действительно это важно. Нам это создает несказанную радость и гордость. Сейчас вот прямо на главной странице нашего сайта, я посмотрела, вот они здесь находятся, вот они здесь, на первой страничке сайта, есть все три названия книг, и я сейчас еще ссылку принесу. А сейчас с нами на линии наш легендарный коллега из Норвегии Ян Йорк Кристианссон, который использовал «Коучинг в образовательной системе» уже в течение 25 лет. Я имею в виду «Коучинг в образовательной системе» уже в течение 25 лет.